Молоко молоком, но нам нужны еще и сливки, и масло. Как молоко сепарирует, знает, разумеется, каждый. Здесь работает центробежная сила. Взглянем в микроскоп на цельное молоко. Масса жировых шариков, одни крупнее, другие мельче. Насколько же полно разделяет сепаратор молоко на сливки? И обратно. Вот он, обратно, обезжиренное молоко. Однако самые мелкие шарики жира в нем остались. Охотясь за ними, сотрудники Московского технологического института мясной и молочной промышленности призвали на помощь электрическое поле высокой частоты. Поместим кювету с молоком под микроскоп. Присоединим провода от генератора токов высокой частоты и подадим напряжение. Специальный вид съемки дает возможность увидеть все этапы явления, происходящего в ничтожную долю секунды. Шарики жира, в том числе и мельчайшие, собираются в крупные цепочки, которые выстраиваются вдоль силовых линий. Сепарация пойдет теперь куда успешнее. Испытывается первая установка полупромышленного типа. Пройдя через нее, молоко сразу попадает в сепаратор. Рассмотрим теперь обратно. Практически жира в нем не осталось. Как будто и не богатая добыча, но в масштабах страны эффект обещает быть огромным. Это многие тысячи тонн сливок и масла. Продолжение следует...